Друзья, всем привет! У меня в руках очень интересный и очень необычный механизм. Такое очень редко удается подержать в руках и тем более заняться полной разборкой, чтобы вам показать, как оно устроено и как оно работает. Несмотря на то, что он схож с обычной головкой ГРМ, на самом деле это не так. Здесь заложены настоящие гоночные технологии. Внутри установлен дисмодромный механизм открытия клапанов ГРМ. Соответственно, привод на эти клапана очень сильно отличается от общеупотребительских. Очень мало фирм использовали либо используют такое как бы в обиходе. Вот компания Ducati использует такой механизм. Сегодня мы посмотрим, как эта головка устроена и как работает дисмодромный механизм. Давно я мечтал посмотреть, но вот Женька Койот подарил мне эту головку и мы ее сейчас будем естественно полностью разбирать и смотреть, как она устроена и как работает. Клапаны казалось бы обычные, но вот смотрите, друзья, я могу рукой открыть их и закрыть. Видите, не прилагая каких-либо больших усилий для этого. То есть здесь внутри не установлены вот эти конские пружины, на которые надо с адским усилием надавливать, чтобы они потом закрывали клапаны. Опять же с адским усилием, потому что огромные обороты, к примеру, и они просто без адского усилия не могут их вовремя закрыть. Но здесь же все работает несколько по-другому. Здесь идет принудительное закрытие клапанов без использования пружин. Хотя пружинки здесь некие есть, их мы далее увидим, но они здесь скорее второстепенную роль играют, чем основную. В общем, основная фишка механизма в том, что он этот клапан открывает, а когда дальше проворачивается ротор, он его закрывает просто-напросто. Вот и все. И не важно какие обороты, он его будет закрывать по-любому. Конечно, боль и печаль, что клапана как-то не особо высоко поднимаются. То есть видно, клапана гигантские, а щель не такая уж и высокая. Могло бы быть на пол сантиметра больше. То есть в пол диаметра в минус ножку можно поднимать клапана для лучшего наполнения. А еще обратите внимание, что они даже если полностью открыты, то друг за друга не цепляются. Хотя там, наверное, даже соточный щуп не пройдет. Настолько плотно они как-то прилегают. Не вижу, чтобы там был какой-то просвет. Хотя он скорее всего есть, потому что они спокойно крутятся и не слышно, чтобы они цеплялись. Потому что был бы металлический такой звук. Для тех, друзья, кто досмотрит до конца, будет еще небольшой бонус. Покажу вам еще несколько интересных плюшек. Давайте уже приступать к делу. Давайте разбирать эту голову и смотреть, что там внутри. Пациент готов к разборке. Снимаем крышку. Затянута не сильно. И вот, собственно, что мы видим. Смотрите, как здесь все устроено. На черном фоне, думаю, будет лучше видно. Хотя мы все равно далее все тут разберем. Но, ребята, хочется вам показать именно, как оно работает, пока ничего не разбирали. Видите, здесь есть такие лапки, на которые, в принципе, если бы я надавил без распредвала, то поднялся бы клапан. Но он не поднимается, потому что его ограничивают с другой стороны еще одна лапка. Вот она. То есть рокер или как это называть, коромысло. Называть можно как угодно. Но система здесь такая. Смотрите, как работает. Видите? Большой кулачок. Он, кстати, облегченный, весь в дырочках. Вот и маленький кулачок есть, который тоже на что-то там нажимает. Ну что, давайте дальше посмотрим. Снимем распредвалы, что они из себя представляют. Дико, просто дико интересно. Посрывал болты, были очень сильно затянуты. Ну теперь отворачиваются от руки. Ай, красота, ребята, ай, красота. Все очень качественно выполнено. Видно, что выработка небольшая, вроде бы. Все гладко, все блестит, все красиво, ребята. Ну а вот эта, она так просто не снимается. Но мы ее снимем по-любому. Смотрите, тоже все красиво, тоже все качественно. Есть какие-то каналы. Ну и вот, собственно, друзья, сами распредвалы. Вот так они выглядят. На каждый клапан по два кулачка. Вот этот, конечно, имеет интересную конструкцию. Жека говорит, что вазовский ремень вот сюда подходит. Так что можно будет слепить какую-нибудь самоделку, какой-нибудь, допустим, самодельный двигатель. Второй распредвал абсолютно такой же. Правда, видно, что кулачки поменьше. Такой же, я имею ввиду, абсолютно та же конструкция. Отверстия для смазки очень миниатюрные. Вот, вот, вот. То есть необычные классические такие гигантские дыры. Все очень маленькое. Не знаю, с чем это связано. Может с тем, что это мотоциклетная вещь. Ну а может связано с Ducati просто, что они так хотят делать. Кстати, двигатель этот имеет максимальную мощность 160 лошадей. И развивает он его примерно на 10 тысячах оборотов в минуту. Обслуживание его дело не простое и не бюджетное. Сейчас мы будем дальше разбирать. Я вам покажу и расскажу почему. Да, в принципе, прямо сейчас покажу. Откладываем распредвалы и можем теперь повнимательнее рассмотреть дисмодромный механизм. То есть это все вместе дисмодромный механизм. Но когда распредвалы отсутствуют, можно лучше просто все здесь рассмотреть. Вот обратите внимание, те самые две поверхности опорные. На одну из них кулачок давит. Это обычный кулачок. И есть еще вторая опорная поверхность, на которую воздействует большой кулачок. Он именно возвращает клапан. Именно в этом и вся суть дисмодромного механизма. Видите, снизу клапана он его прижимает и возвращает обратно. Вот я могу даже вот так сделать. Все, клапан спокойно болтается, видите? Но если я буду воздействовать на эту опорную поверхность, клапан возвращается обратно. Многие механики, наверное, сейчас напряглись. А как же здесь выбирать тепловой зазор? Как же регулировать клапана? Да, ребята, здесь есть такая возможность. Вы представляете? Все здесь есть. Здесь есть классический подпятник, который можно заменить. Он находится сверху, но это для одного кулачка. А для второго надо менять вот эту штуку, которая снизу находится. Попробую сейчас достать подпятник. Видите, вручную, абсолютно легко и просто. Кстати, эта штучка стоит 45 евро. То есть если вы будете менять, регулировать, знайте, вещь не из дешевых. Кстати, нижняя тоже стоит денег, по-моему, таких же. Ну а сейчас мы снимем кольцевые сухари и мы сможем извлечь клапан. Хочется все вам показать, ребята. Все, все, все. Ничего не утаивая. Вот. Вот где вы еще увидите двухстороннюю регулировку клапанов? Да, дукатти может удивить, друзья. Покажу поподробней, как выглядит этот механизм. Вот такие сухарики из проволоки. Теперь вот эту мы надвигаем на них и сверху еще один подпятник. Вот так, чтобы жизнь медом не казалась. Вот так выглядит клапан, зато смотрите, вот это можно сказать все подвижные части клапана. Не считая тех рокеров и коромысел, но вот это двигается только. Нету стаканчиков никаких, как бы минус лишний вес. Дальше разбирать особого смысла не вижу. Мне кажется, и так теперь всем все понятно и как клапана регулируются и как работает дисмодромный механизм. Но, друзья, для тех, кто досмотрел до конца, я еще обещал показать некие плюшки. А плюшки заключаются в том, что у меня не только есть дисмодромный механизм, а еще кое-какие потроха от этого двигателя. Вот так выглядит цилиндр от этого же мотоцикла. Выглядит он, кстати, довольно-таки эпично. При том, что двигатель прошел около 12 тысяч километров, уже есть ярко выраженная выработка на цилиндре. Вот, обратите внимание, в нижней части, вот здесь, есть выработка видимая глазом. Ниже хон присутствует, выше тоже хон присутствует. А вот здесь, в этой области хон отсутствует, да еще и есть такая ступенька ярко выраженная. Ну не знаю, сколько она, две-три сотки, может пять соток. Так на глаз не понятно, но видно, что есть. Ну а вверху, там где в принципе самое большое давление, нет никаких ступенек. В принципе все нормально работало, нет особых каких-то задиров, хотя микропотертости есть. Ну и еще один бонус, это поршневая. Смотрите, коленвал, поршни и шатуны. Все в наличии, короче говоря. Вот так это выглядит, ребята. Колечки очень тоненькие здесь. Замерял толщина 1 миллиметр верхнего компрессионного кольца. Очень интересная форма поршневого пальца. Таких никогда не видел. Обычно либо так, либо так. На этом же моторе сделано вот так. То есть такие плавные облегчения сделаны с уступом. Обычно, когда облегчают, с краю скос делают и все. Ну либо не облегчают. Так что двигатель интересен во всех аспектах. Очень интересный двигатель. Шатуны не титановые здесь, но обороты движка не особо большие. Смысла чересчур переоблегчать здесь нет никакого. Поэтому шатуны стальные, но они полированные, ребята. Я как-то тоже полировал, облегчал. Мне казалось, что это что-то даст. Может так оно и было. Массивный коленвал. Уравновесить такие поршни непростая задача. Ребята, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Не устоял, ребята, ошлифовал клапан. Хотел посмотреть, насколько он будет красивый. Ну ожидания оправдались. Правда очень красивый клапан.